Всем привет! Не выходило три дня, приболели очень. Вот это мы уже которую неделю мы не можем прийти в себя. Кашель, горло не болит, но всё перешло вот как-то на бронхи. Никогда мы ещё так не болели, не болели не то что здесь. Мы даже вот когда был вирус, когда мы жили ещё дома в Украине, мы не болели. Вот это вот первый раз вот у нас как-то так всё произошло. Но скорее всего я всё-таки думаю это какой-то вирус. Так как закладывает вот нос в бронхи, горло уже прошло быстро, как-то три дня и всё. А вот всё остальное вот перешло именно вот на бронхи и нос. Мы с Поленькой кашляем, как бы откашливаем всё. Да, это редко кашляем, на сколько кашляем. Ну, береношники. Вот поэтому была чёрная пятница, мы ездили, но у меня было такое настроение никудышное. Мне даже не хотелось снимать. Купить что-то мы там не купили. Мы поехали не сами, мы поехали, ну тоже с отеля знакомая была, вот с дочкой. Мы с ней вместе поехали, поэтому ну так погуляли, походили. Там были ёлочки, было как-то атмосферно, хорошо, но у меня не было абсолютно никакого настроения. Ни что-то покупать, ни что-то снимать. Сделала там фотографии возле ёлки вот так вот, знаете, я вот так сижу, там девчонки там сфотографировались. Как-то не было ни у них, смотрю, настроения, ни у меня такого настроения. Поэтому и даже покупать мы ничего не хотели. Но Поле надо купить курочку. Да, Луна пытается штаны сгрызть. Да? На стоянии снимаю. Луна, нельзя. Она просто палается, ничего она не грызёт, она просто хочет играться. Настеньке мы тогда купили, вот месяц назад, куртку Поле, всё-таки не купили. Были красивые куртки в Заре, 27 евро. Такие они, ну, по-новому немножко дутые. Не знаю. Мне она понравилась. Я, может, хотела купить, но смотрю, что Поле как-то не просит. Думаю, ну, может быть, пока, как-то, может быть, подождать, и появится что-то другое. Но оказывается, что эти куртки, они в моде. И Поле говорит, что ей нравятся эти куртки. Но я договорю, ну, почему же мы не купили? Мы же там были, ходили, смотрели. Настолько мы вот были приболевшие, что нам было, ну, не до курток, не до каких-то таких вещей. Просто вот прогулялись, думали, что поднимем немножко себе настроение. Тем более мы были не сами, думали, что как-то будет оно вот нам, ну, как-то вот получше. Но нет. Вот, поэтому все равно придется ехать и брать Поле куртку. Ну, что еще? В общем, пьем чай, влечимся. Влечимся, но пока эффекта особого нет. Откашливаться, да, оно хорошо уже откашливается. Первое время оно вообще вот как-то как забитость была такая в легких или в броках. Сейчас вот оно пошло как бы на улучшение, но все равно чувствую, что такого у меня не было никогда. Никогда. Вообще быстро я выздоравливаю, девчонки мои тоже. Это 2-3 дня, и все, как огурчики. Ну, так что не знаю, с чем это связано. Ну, я, конечно, думаю про вирус что-то какое-то, вот такое вот вирусное что-то. Извините. Такой вот кашель. Вот. Вообще все как-то так оно. Думала, не буду снимать, пока уже до конца не выстороплю. Но думаю, все меня потеряли, все, наверное, переживают. Чем-то я сняла видео с СМР. Мне это далось очень тяжело. Было очень много шума. Шум был со всех сторон, особенно в коридоре. Там было очень много деток, которые шумели. Но я как-то так умудрялась ловить в момент, потому что понимала, что мне все равно нужно как-то это все снять. Даже я вчера себя чувствовала как-то лучше. Я еще сделала макияж. Я еще как-то так вот была вот на таком вот немножко позитиве. Ну, и того и все. Даже на улицу вчера не выходила. Поля выгуливала собачку. Вот. И что еще хотела сказать? Ребят, вот перед глазами у меня дом. Я устала от вот этого вот всего отельного. И я поняла, что раз там живут у нас вот все наши близкие, родные, там бабуся живет, все знакомые наши живут, детки живут, там одноклассники живут. Многие вернулись у нас вот. Особенно меня вот ностальгия взяла тогда, когда вот стала на видео Аленка выходить с Настенькой. И они вот целыми днями там сидели в интернете. Она постоянно была у нас. И я представляла вот, что я дома, что я сейчас выйду, я буду во дворе. И все. И меня вот просто пробило до слез. Я поняла, что если они там живут, то почему мы тут делаем? Что мы тут делаем? Может быть, нам действительно надо вернуться домой? Да, будет там жутко страшно, потому что я такой человек. Ну, может быть, оно вот как-то пройдет. Ну, живут же ж люди, и сколько людей не уехало, правда же. И я загорелась, я хочу домой. Я загорелась домом, я домой хочу. Дети плачут, домой тоже хотят. Вообще, все такое родное. Наш, да, наш дворик туда вышел. Есть чем заниматься. Вообще, есть чем заниматься. Тут заниматься нечем вообще. Мы просто сидим и просто пропадаем. Да, нам не страшно. Да, нам хорошо. Да, вокруг нас тепло и хорошо. Хотя сегодня тоже. Вот я вышла собаку выколивать, было очень холодно. И опять же, вот я одела вот этот капюшон, одела курточку. И чувствую, что все равно даже в капюшоне мне холодно. Да, хотя, ну, не знаю, плюс 13, наверное, вот утром. Может, плюс 12. Но так шутка холодно. Вот, ну, потом уже будет, ну, в обед будет плюс 18. Вот. Сейчас, извините, я немножко чаю. Можно я? Поэтому, ну, какая там Грузия? Конечно, никакую Грузию и мы не поедем. Я так жалею, что мы не в Польше остались. Я так жалею, как выехать теперь отсюда. Ну, во-первых, вот по деньгам даже выехать только до Польши. Нам это обойдется 800 евро, потому что за собачку тоже нам будут заплатить. И если бы не было лунки, мы бы хоть самолетом полетели. За эти же деньги самолетом. А так нам придется ехать автобусом два дня. Это только до Польши. Я думаю, боже, забрались так далеко. Но это, конечно, все ради Сережи было. Вот. Ну, раз вот. И Сережа тоже будет ехать домой. Потому что он тоже хочет домой. У нас дом в Украине, и мы не хотим жить в чужой стране. И мы поняли. Ну, зачем нам жить в чужой стране? Начинать все сначала. Мы же не в том возрасте. Вот. Когда у нас есть дом. Есть дом. Наш самый классный, любимый наш дом. Где у нас все есть уже куплено. Для чего нам это все обратно вот стягивать? Сколько завтра? А жилье купить? Это всю жизнь на съемном жилье жить. Всю жизнь снимать. Так зачем это нужно? Я думаю, что будет у нас мир. В любом случае будет мир. Не будет такого постоянно. И если там живут люди. И, кстати, еще меня вот что подтолкнуло к тому, чтобы ехать домой. Вот Настяна подружка уехала домой буквально позавчера. Уехала ее мама, подружка, бабушка и мама этой мамы. Ну, то есть, получается, целая семья приехала. И я думаю, ну, они уехали. И там же многие уехали. Да, здесь многие уехали. Многие уехали. Что мы здесь делаем? Поэтому мы обязательно будем ехать домой. Мы еще не знаем, когда. Просто вот в зиму ехать, я так понимаю, лучше не ехать. Потому что, ну, во-первых, у нас спущена уже с батареи вода. Это надо систему полностью запускать. Во-вторых, я не знаю, как там будет с газом. Вот. Как там будет с газом? Будет он ли там вообще? А у нас нет вот системы на дровах. Вот если бы, конечно, был Сережа, но Сережа тоже должен приехать. Поэтому мы решили, первый едет Сережа, мы едем за ним. Сережа тоже будет ехать, потому что Сережа в Турции. Вот. Сейчас папа его вышла к приглашению, и он будет делать визу. Он сделает визу, прилетит туда, там приедет. Все. И мы поедем за ним следом. Когда это будет, вот там, я не знаю, месяц-два там каких-то. Но мы будем жить в долг, потому что, ну, дом это есть дом, а не чужая родина. Где все чужое, где свое. Хотя тут так классно. Конечно, классно. Ну, а дети мне нравятся. Ничего не поделаешь. Да. Все, моя хорошая. Сниму немножко вам еще такого прога. Вот насчет, как это везти вещи, ну, я думаю, почтой. Мы отправим все вещи перевозчикам. Да, перевозчик их отвезет. Но мы уже как-то так налегки, не знаю, автобусом, наверное, вот так придется ехать. Так что килограмм веса стоит 10 евро. Или 2. А, 2 евро. 2 евро у нас килограмм веса. Мы посмотрим там, что мы возьмем с собой. Бобеса. Бобеса там. Потом скажу. В случае мы нас смогу везти, а ты вот эти рюкзачки поотправим? Ну, вот так с рюкзачками налегки поедем. А сумки отправим. Так что обязательно домой, 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 домой. Безумно уже хочется. Я уже безумно все это представляю. Как мы дома, как... Особенно мне так нравится во дворе. Орех, какой орех у нас. Орех такой здоровый стал. И он уже родит. Орехи были в этом году. Вообще все классно. Мы там и персики посадили. Посмотрите, замерзли они, интересно. Ну, что, все будет хорошо. И малинка у нас там. И все у нас там. У нас клубничка есть. Все у нее свое родное. Ну, где вот это вот все будет? Тем более, это жжи. Я терпеть их не могу. Я вообще не люблю жить в этих скворечниках. Ну, это вообще не моя жизнь. И я даже представила. Если мы тут остаемся, то или же мне нужно было бы ехать где-то, где частые дома. Или снимать этот дом. Ну, естественно, купить это будет сложно. Потому что минимум, салева, это 50-60 тысяч евро. Домик такой самый захудаленький. Здесь самый захудаленький такой. В селах, да, или в деревнях. Ну, опять же. А если на съемном жилье, ну, тут же не будет таких огородов, которые мы обожаем. Огороды, закрутки. То есть это все равно вот то, что мы любим, нам этого не видать. А на этажах, извините, это не для меня. Жизнь в скворечнике, где вот тут вот, где за стенками постоянно тарабанят, шумят, гремят. А стены тут, стены тут везде, в каждом доме вот такие вот тонкие-тонкие стены. Даже когда вошли в Барселонию, Полиночка, вот, там такие были стены тоненькие, она нас сразу предупредила, что будет очень шумно и громко. Хочу поздравить вас, мои хорошие, с Днем Матери, чтобы вас радовали ваши детки, и чтобы у вас у всех было хорошо, был мир, чтобы вы не печалились, чтобы детки вас тоже не разочаровывали, а только радовали, чтобы вы гордились им. Поехали. 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 Продолжение следует...